Всем привет! Новое видео на канале. Сегодня мы поговорим о выборе каждого, кто ищет свой новый ноутбук. Давайте начинать. Поехали! Значит, в общем и целом, друзья, смотрите, сразу вы понимаете, что это Huawei, скорее всего, даже с названием. Давайте кратко предыстория. Значит, задача была такая, подобрать, подыскать модель ноутбука для семьи. И, в принципе, чтобы это была неплохая машинка, актуальная на конец 2021 года, с большим дисплеем, с хорошими техническими характеристиками и при этом, чтобы стоило до 100 тысяч рублей. И вот он приехал, MateBook D16. Давайте я его распакую, посмотрим внешний вид, скажем так, хендзон в конце 2021 года. В принципе, за эти деньги, а стоит он порядка 70 тысяч рублей, все ссылочки актуальны в описании. Ничего, наверное, более-менее адекватного не найдете. Итак, смотрите, открываем коробочку, все приезжает, все запломбировано с официального сайта Huawei, то есть с официального магазина. И мы смотрим комплектацию, которую вы будете также лицезреть, если ваш выбор пойдет именно на этот ноутбук. В комплекте у нас 65-ваттная зарядочка, вот с такими техническими характеристиками. В принципе, USB Type-C и, соответственно, там вход тоже Type-C. При этом много ништяков, которых вы не найдете в других ноутбуках, в виде других входов. Но об этом чуть подробнее, попозже подробнее. Вот такой вот кабель. После того, как мы снимаем все транспортировочные фишки с него, мы лицезреем вот такую вот машинку весом до полутора килограмм, толщиной до двух сантиметров. Сантиметр 84 миллиметра, по-моему. И, в принципе, я вот сейчас держу одной рукой, и он нормальный, он нормальный, друзья. Если вы именно хотите большой экран, и при этом вы сможете его действительно переносить с точки А до точки Б, допустим, в дорогу, на работу, или, может быть, на отдых с собой взять без каких-либо проблем. При этом это приятно холодит металл, потому что металлический корпус. Кстати, в комплекте у нас в подарок идет сейчас мышечка фирменная. Давайте открываем. Тест на MacBook он проходит. Здесь у нас все новое, соответственно. Это в стороночку. И смотрим, что мы здесь видим. А здесь мы видим офигенно большой тачпад, который уже можно сравнивать с топовыми моделями, в том числе, конечно же, он немножко по просто взаимодействиям с системой не сравнится с тачпадом на MacBook, но при этом этим тачпадом уже комфортно пользоваться, друзья. Это матовый офигенный вот такой вот экран, потому что, посмотрите, даже мое изображение, оно, скажем так, не очень сильно-то отблескивает. Ну, а здесь, друзья, мы лицезреем отличную клавиатурку. Она без отдельного блока с цифрами, но при этом, в принципе, неплохая надбучная клавиатура. Дальше ход клавиш достаточно комфортный. Естественно, она с подсветочкой. Сюда у нас спрятана вот такая вот FaceTime камера. Прикольно, да? Но некоторые друзья говорят, что не очень удобно пользоваться, потому что, скорее всего, будут видеть не ваше лицо, а ваши руки и, скажем так, часть корпуса, все, что выше пояса. Но, опять же, кому как, в зависимости от той дальности, где установлен ноутбук на вашем рабочем месте. Вот такие у нас системы звука, при этом звук здесь неплохой должен быть. Сканер отпечатка пальцев встроен в кнопку включения, это тоже удобно. Ноутбук легкий, компактный и производительный. По техническим характеристикам AMD Ryzen 5 серии 4620H, достаточно производительный процессор, при этом это 16 или 8 гигов оперативной памяти, в нашем случае 16, диск на 512 или на 1 терабайт. И фишка этого ноутбука еще в том, что есть один свободный слот, куда вы также можете добавить постоянную память. То есть еще плюс 1 терабайт, а те, допустим, 512, которые в этой модельке, конкретно в этой версии присутствуют, тоже можно в будущем заменить на 1 терабайт. То есть до 2 терабайт это очень хорошие технические показатели по встроенной памяти. При этом это хороший высокоскоростной SSD диск. В принципе, для всего домашнего архива, для всей семьи, я думаю, более чем хватит. Ну и даже если вы не для семьи, а для себя любимого выбираете ноутбук, я думаю, что для начала, для старта 512 гигабайт будет более чем достаточно. Активная система охлаждения. При этом давайте посмотрим на ноутбук сзади, то есть с задней крышечки. Здесь инженеры компании Huawei постарались. Плоские у нас винты, плоские лопасти вентилятора, точнее. И система продумана для того, чтобы это все дело активно охлаждалось. При этом у нас присутствуют вот такие вот рамочки, точнее подножечки провизиненные, для того, чтобы ноутбук немножко возвышался над тем, над той поверхностью, на которой он установлен. И я думаю, что в будущем у вас проблем по охлаждению не должно быть. Далее, вот мне интересен вопрос. Здесь возможность установления дополнительного жесткого диска есть. А как это решается по поводу гарантии? Допустим, если мы самостоятельно сменим, слетит ли ноутбук с гарантией? Есть ли какие-то пломбы? Ну, наверное, этот вопрос можно задать в поддержке, опять же, по ссылке в описании на официальном сайте Huawei. Сейчас будем... Ну, здесь предустановлено Windows, то есть 10-я домашняя версия. Я думаю, без проблем апгрейдится до 11-й, если вам будет необходимо. По портам. Сейчас мы будем устанавливать сюда все необходимое ПО для человека, который будет пользоваться, точнее, для всей его семьи. По портам. Здесь очень все хорошо. Это два USB Type-C, полноценный HDMI. Причем, как я понимаю, что один из Type-C-шных портов поддерживает Power Delivery. Здесь Type-A два порта, при этом это 3.1. И 3,5 мм джек для наушников. Я думаю, что офигенно. Все полноценные. Не хватает только слота для карты памяти, но я думаю, что это все, как скажем так, компенсировано двумя портами Type-A. То есть, без проблем сюда можно флешечку, какую-то периферию подключить, и никаких проблем не будет. Поэтому, друзья, я считаю, что выбор в конце 2021 года более чем достойный. D16 Huawei, стоимость 69,990. Да, этот ноутбук не с красивой светящейся клавиатурой. Это не Acer, не Asus, не Predator всякие. Это достаточно такой эскетичный внешний вид, тонкие рамки, большой дисплей, хорошая производительность за эту цену. Ну, а в остальном, ваше мнение, кстати, если вы что-то считаете наоборот, напишите обязательно в комментариях. Большое спасибо. Это вот Handzone в конце года, если вы выбираете большой дисплей, ноутбук для себя и для всей своей семьи. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь, подписывайтесь. И пишите Donald Duck, если досмотрели до этого момента. Всего доброго. Пока-пока.